Культура и пропаганда В дискуссиях мы и хотели так выстроить, и, в общем-то, наверное, можно говорить о каких-то результатах. Я сейчас попробую, проанализировав, поделиться ощущениями этих результатов. Конечно, отталкиваясь от того, что уже произошло, потому что и Игорь Борисович, и Владимир Николаевич сказали для меня, говорили об одинаковых задачах. Как добиться социальной справедливости, кто заплатит деньги для того, чтобы люди приходили в те отрасли экономики, которые нам нужны. Кто заплатит деньги, кто повысит зарплату людям, которые готовы переезжать, или которые пока не готовы, но которые захотят переезжать на землю, в сельское пространство. Этим самым спасая наше сельское хозяйство и добиваясь тех высоких результатов, о которых сказано. Конечно, перспектива кормить две трети планеты. Прекрасная перспектива. Кто заплатит деньги за то, чтобы содержать детей, которых надо рожать, чтобы мы не были вот в этой страшной ситуации. Убывающей демографии. И, коллеги, согласитесь, что мы оказываемся в ситуации очевидной развилки. Мы либо обсуждаем вопросы перераспределения денег. Понятно, что все хотели бы, чтобы этих денег бюджетных было больше. А потом тогда вот мы должны куда-то их направить. Либо на демографию, либо на сельское хозяйство, либо убирать те несправедливые перекосы, которые есть в нашей реальности. Мой ответ и ответ тех, во всяком случае, коллег, которые принимали участие в дискуссиях нашего трека, если так можно выразиться, безусловно, однозначно связан с культурной политикой. Нужно изменять установки людей. Если мы будем думать только о том, как найти деньги для того, чтобы люди переезжали в сельское хозяйство, мы, наверное, можем достигнуть каких-то тактических успехов. Безусловно, это возможно. И власть, нынешняя власть умеет с этими тактическими процессами как-то работать. Если мы будем думать о тактических результатах повышения рождаемости, вот сейчас у нас такой коэффициент, давайте доложим президенту, чтобы через два года у нас что-то увеличилось. Понятно, что нужно увеличить в три раза материнский капитал и так далее, и так далее. Но это не решает наши проблемы. Это не решает тех глубинных установок, которые на самом-то деле и определяют, в конце концов, качество нашей жизни. Как бы ни банально звучала формула, я ее во время каждого выступления стараюсь повторять. Культура определяет настроение общества. Культура определяет политическую повестку. Культура определяет экономическую повестку. Мы живем в ситуации, когда происходит обратное. Мы воюем с нынешней культурной элитой, которая оказалась антирусской, русофобской после начала специальной военной операции. Мы сетуем на то, что у нас нет духовных авторитетов. Но это сетование, это война. Эти цензурные, или да иногда даже такие похожие на репрессии шаги, ни коим образом не должны ставить под сомнение необходимость культурной элиты. Только она может возвратить людей на землю. Только она может остановить людей от детоубийства, которое происходит ежедневно, постоянно, целенаправленно. Мы занимали и занимаем первое место в мире по количеству абортов и в пропорциональном, и в количественном выражении. Нельзя запретить другим способом. Только изменив, только создав образ прекрасной жизни на земле, можно русского человека сдвинуть, действительно дать ему настоящую мотивацию. Все остальное это казарма. Казарма может работать на уровне очень-очень короткой перспективы. Собственно, об этом мы и говорили. И очень были важные слова, сказанные Алексеем Чаадаевым о трансформации образа героя. Мы действительно много говорили об истории. И даже в кулуарах были такие сильные споры по поводу того, мне предъявляли некие претензии о том, что мы говорим все время про православие, народность, и не говорим, например, о 20 веке, о достижениях сталинской культуры. Нет, мы не считаем, что культуру 20 века нужно отменять. Никоим образом. Просто мы считаем, что нужно уходить глубоко, нужно изучать культуру, нужно изучать историю. Те примеры, которые, например, Святослав Рыбас, историк, сегодня приводил, и как историк, и как человек, как внук белогвардейца, они имеют потрясающую, по-моему, ценность. Профессор Дугин говорил на нашем заседании о необходимости культуру, которая прославляла бы героев, собственно, о том же, о чем говорил Алексей Чадаев, а не культура торгашей, культура экономистов. Не означает, что торгаши всегда виноваты, а художники или жрецы всегда правы. Скорее наоборот. Бизнесмен может быть настоящим патриотом, если он примеряет на себя героическую парадигму. И наоборот. Понятно, что певец или артист в силу даже своих мимических способностей, талантов, талантливо притворяться, может оказаться настоящим врагом. Об этом очень убедительно говорил Александр Дугин. Отец Павел Островский, один из известнейших современных проповедников, говорил об очень интересном феномене, о котором хочется, даже имея очень ограниченное время, тем не менее сказать. О страхе русского человека. Он говорил о своем. Он говорил, как священник, о страхе русского человека перед православием. О страхе современного русского человека перед церковью. О боязни. Я его слова, слушая и осмысливая, хочу расширить, хочу перевести, конвертировать в более серьезную проблему, не более, а более широкую проблему, боязнь вот этой самой культурной повестки. Мы боимся обсуждать культурную повестку. Мы боимся говорить о смысле жизни. Мы отдали, во всяком случае, 30 лет назад, мы отдали это и сказали все, теперь об этом мы не говорим. Хватит нам коммунистической идеологии, в которую действительно мне 60 лет, я помню это время, я помню то, что к моменту начала перестройки никто не верил. Именно поэтому на Манежной площади собирались миллионы людей, которые хотели изменения строя. Потому что мы не верили, мы молодые в то время не верили в коммунистическую идеологию, и это не значит, что она вредна. Но сейчас мы этот испуг 30-летней давности несем и боимся говорить о серьезных сущностных вопросах. О них не может говорить образование. Справедливость, она справедливость. Образование – это технология. Настоящий поиск, вопросы того, что мы хотим транслировать в системе образования, что мы хотим передать своим детям. Может этим заниматься, может быть только, этим заниматься может только художник, только люди, творческая профессия. И соответствующая этим творческим профессии индустрия, которую надо создавать именно такую, как смыслообразующую. У нас креативные индустрии – это дизайн, самокаты, хорошее кофе, модненькая какая-нибудь там афиша. Друзья, совсем не то. Это не пространство оформления. Самой сутью, сердцевиной должна заниматься творческая индустрия. И тогда мы почувствуем, да, со временем, да, не сразу, но мы почувствуем изменения и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в других важнейших отраслях. Мне кажется, что, во всяком случае, мне так показалось. Те вопросы, которые обсуждались на наших двух сессиях, они имеют такое ощущение кругов, которые будут расходиться. Во всяком случае, очень многие и участники дискуссии сказали, что этот разговор надо продолжать. В принципе, и мы, Константин Анатольевич, не даст соврать, говорили о необходимости серьезного такого, ну, в течение года, в течение всего срока разговора о культурной повестке. Это не вопрос одного форума. На форуме мы всегда ограничены во времени, мы всегда спешим, мы всегда хотим сказать только главное, главное, главное. Сейчас наступает момент серьезного, глубокого, серьезного исследования того, что мы имеем на этом культурном поле. В этом отношении ситуация в геологоразведке, в атомной энергетике, даже в медицине, даже в сельском хозяйстве, намного более ясная, более понятная. Там есть статистика, там есть система координат. В культуре сегодня мы оказались растерянны, мы знаем, от чего мы уже хотим отказываться. Меня лично, мы сидели, переглядывались с Алексеем Чаадаевым, и я ему шепнул, даже во время сессии, я сказал, ты заметил, вы заметили, что первый раз о культуре Аллы Пугачевой, коллективной Аллы Пугачевой, люди говорят как о чем-то маргинальном. Вот именно сейчас мы оказались в точке, когда эта культура действительно оказалась маргинальной. Как бы мы ни относились к Макаревичу Пугачевой и к Борису Гребенчукову, они там, они где-то, а мы здесь, и мы Россия. И приходит время отвечать на вопрос, какую культуру, в том числе и массовую культуру, мы должны иметь. А мы будем иметь ту, которую мы заслужим, ту, которую мы заслужим своими действиями. В этом отношении нам предстоит тяжелая, серьезная, большая работа, так же, как сотрудникам других отраслей. Спасибо.